Антон, ты рыбу ловишь? А почему? Ты туда бросаешь? Короче, тут горох, мотыль, пинка, опарыш, червь, подача кормов, презентация насадки. Это все сразу так не расскажешь. Буду дубинить, Лилю. Торбит рыбу, я ему говорю, перестань ловить. Давай я тебе потом все отдам. Спортсмену спортивная рыба. Кормушку обтрушиваю, взбиваю с нее все крошки. Возможно, даже макают воду. Костя, на что, Костя? На мучного червя. Приходилось даже в тренировочные дни ставить поводок совсем уж тонкий, чтобы сливать рыбу. Я вижу прогрессию, что Одесса движется в правильном направлении. Приветствую вас, друзья. Вы на YouTube-канале Все для Клева. Сегодня у нас очередное видео с Кубка Фиш Дрим 2019 по фидерной ловле в Одесской области. Сегодня две пары соревнуются в четвертьфинале. Это Греченко Константин и Белоус Алексей, и Мельник Антон, и Николаев Олег. Мы будем наблюдать за этими двумя парами, посмотрим, какой у них будет улов, на что они ловят, какие у них хитрости, премудрости для того, чтобы победить друг друга. Здравствуйте. Алексей, приветствую. О, тут Витя Даленко. Приветствую, Витя. Это наши члены сборной Украины практически. И Украины, и области. Ну, в области. Это в частности. Костя, добрый день. Карасик. Красавчик. Лелик уже 15 купил. Какая тут ерунда, что-то. Костя, нашу кость. На мощного черёд. На мощного дне, серьезно. Ага, понял. По громке. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Нельзя говорить. Ну, можно нанесать на Лелик у нас такой парень. Да, он сразу ухо, ухо на востро, сразу хоп-хоп-хоп, бац-бац и мимо, да? Я понял. Понятно. Лелик, надо бояться. Ну, не бояться, но, по крайней мере, лишний раз это подсказывает, на что к ловить, это неправильно. Это правильно. Смотрите, он как шмалит. Видите, одну за одну. Ничего с ним не могу делать. Ну, у него мелочь, всё нормально. Нет, нет, это видимость. О, дальность большая. Антон, ты рыбу ловишь? А почему? Ты туда бросаешь? Ха-ха-ха. У него не хватает терпения, он не может дождаться подклёвки. Он всё время вытаскивает раньше, чем рыба клюнет. У меня такое ощущение. Может быть. А с вами, вы не спешите, даете ей возможность клюнуть. Это такое, вроде всё понятно, но как обычно, есть нюанс. Ну, да. Видели, друзья? Иксум. Два куска червя. Три ХЛ. У меня просто ножницы. Вот, покажите. Нормальные ножницы. Вот как-то, вот такие. Безопасные. Которыми нельзя порезаться, потому что они не режут. Ими только так. Ну, чё, программся. И это, друзья, практически чемпион Украины. Понимаете? Нет, у него ножницы. Ёлки-палки. Как запущенник и шополк. А представляете, если бы они у меня были? Что бы творилось? Это да. Акостин, расскажи про чемпионат Украины. Сложный чемпионат. Так. Очень большое количество участников. Это получается, сколько было там? Лёш, сколько было? 84 или сколько, получается? Да, 84. Не, 88. А что, Алексей тоже был? Да, Лёш тоже. А что, я его там не видел? А, он был в команде... Да, он был во второй команде. Во второй команде. Ага. Очень большая конкуренция. Водоем сложный. Там очень... Водоем меняется в зависимости от того, где ты находишься. То есть, каждая зона индивидуальная. Даже бывает такое, что участок зоны индивидуальный. То есть, в первый день я ловил там подвища. И там летело два карасика, четыре окуня. То есть, всё равно там 11 подвищей было, если не ошибаюсь. Или 13, что-то такое. Приходилось делать на нём результат. Ух ты, мы вышли из бухты. Во второй день делал результат чисто по окуню. Потому что у меня почему-то белой рыбы в секторе не оказалось. Либо я её не нашёл. Может, что-то не так сделал. Но, в принципе... Олег, завязывай. Но, в принципе, глядя на соперников, понимал, что всё сделано правильно. Ловил окуня, слоил там 64. Что-то такое окуня, если не ошибаюсь. И был первый в зоне, да? Да, взял в зону. В первый день был второй в зоне. Во второй день был первый. По итогу занял турнира 3 балла. Занял второе место в личном зачёте. Ох, красище! Так что так. Круто прошёл этот чемпионат. Был очень интересный, очень сложный. Как-то физически сложный. Вот эти 5 дней подъёма в 4 утра. Вещи и так далее. Как-то в этот раз почему-то особо сложным он показался. Но, в целом, хорошо выступили. Я вижу прогрессию. Что Одесса движется в правильном направлении. Уровень спортсменов растёт. Можем показывать результаты на всеукраинских соревнованиях. Лёлик, завязывай. Так что всё хорошо. Растём, растём, растём. Когда-то вырастет. Какая у вас сегодня прикормка спидримовская? А мы все на одну ловим. У нас, начиная с этого этапа, всем участникам выдается организаторами одна прикормка. Выбрали большинством фиш-дрим карась простой серии. Вот на него и ловим. В принципе, я добавок никаких не делал. Ну, прикормка самодостаточная. Но тут как бы можно работать со всем остальным. То есть я больше поставил не на ароматику, а на добавки различных компонентов. На животину? Всего понемногу. Ну, и на неё тоже. Ага. То есть как-то так. Ага. Мир перевернулся. Я ловлю крупного. Упал себе дубинчик. Буду дубинить, Лёв. Лёш, расскажите, на что там... Ага. Короче, тут горох, мотель. Так. Пинка, опарыш, червь. Так. Всё, короче. Целое такое бутербродище. Мега, мега бутербродище. Молёв на все деньги. Так. Ага. Вы помнили, друзья? Смотрите. Стоило мне подойти, сразу хопа. Ой. Вот там, ау. Настал в посадке выбрали. Красавец. Ой-ой-ой. Как-то он в полёте даже. Красивый такой. Короче, сыплю всё подряд. Ага. А там, короче, будет видно. Ну, классно получается, слушай. А ничего классного пока. Костя, ну, у него много красивого. Да ладно. Не, серьезно, он уже поймал больше десятка. А у меня ещё вот уклейка тут. Смотри. Становится. Она очень лёгкая на сравнении с карасём. Ну, и сечётся плохо ещё. Верховодочка. Надо кормить. Может, так вот карась подойдёт ближе. Ага. Леш, расскажи про чемпионат Украины. Который пошёл? Да, свои впечатления. Ну, водоём новый был для всех спортсменов, кроме местных. И нестандартный довольно-таки. То есть, у него рельеф дна очень разный в акватории. То есть, может меняться прямо от сектора к сектору. То есть, тут ловят там карася, к примеру, а через сектор ловят плеща. Вот. И многие, в принципе, не успели разобраться. Надо было больше времени. Там, наверное, неделю где-то сидеть. Вот. Не хватило времени многим. Вот. И поэтому результаты были там разнообразные. То есть, нестабильные, скажем так. Вот. Топовые спортсмены там вообще за десятку вылетали. Для них это, ну, беда. Для нас это нормально, а для них это тяжёлый случай. Это те, которые на чемпионат мира ездили, да? Ну, да, топ-спортсмены, которые всегда в десятке, там, как минимум, они не в призах. То есть, на пьедестал поднялись, в принципе, все. Новые, да? Ну, да, в основном. Ну, только чемпион Украины повторил свой подвиг. В прошлом году был оленек Александр. Костя молодец. Это, как бы, показал самый хороший результат в сведении одесситов за все времена. Тяжело, конечно, было. Дорога тяжёлая очень была. Вот. Дожди, да? Не, не было. Была гроза там в конце второго тура. Так погода нормально была. Дорога сильно вымотала. Вот. И то, что тренировок не хотела. Леш, а вот это вот что такое? Это горох. Отваренные половинки перетёртые через сито. Ага. С горохом, да? Он такой. Можно попробовать. Ну, не знаю, у меня он никогда не работал. Я так беру его на реку. Ну, чтоб сказать, что вот я его насыпал. И там у меня суперрезультат какой-то был. Не, не могу сказать такого. Тогда увеличение... Пахнет хорошо. Да, я его ем. В принципе, попробовал нечаянно один раз. Он оказывается очень вкусный. Протеин, ёлки-палки. Да. Да, просто крючок не успевает падать. Сейчас сильнее забьём кормку. Погоним её. Это чтобы сильнее забить, чтобы быстрее опустилось на дно. Быстрее и меньше пыли всякое было. Прокатило вроде. Ага, пропустило, да? Интересный приём. Я даже не знал, что оказывается, можно просто сильнее забить, она будет тяжелее и быстрее упадёт на дно. Из-за этого пропустит её верховодка, да? Да, ну иногда ещё обтирают даже. Кормушку обтрушивают, там, взбивают с неё все крошки. Возможно, даже макают воду, но это я точно не могу сказать. Костик, крупняки пошли. Так, друзья, ну здесь Мельник Антон и Олег Николаев. Сто холон тоже самое. Торбит рыбу. Я ему говорю, перестань ловить. Давай я тебе потом всё отдам. Отдам, когда у тебя заберу. Спокойно, да, я тебе потом всю рыбу отдам. Ну ничего. Я сам, я сам. Да, он уже типа взрослый пацан, рыбу умеет ловить. Ты же спортсмен? Спортсмен. Спортсмену спортивная рыба. Мелочь. Антон, расскажи про чемпионат Украины, в котором ты участвовал. Свои впечатления. Интересно. Ты первый раз участвовал или нет? Второй. Второй раз? В этом году первый раз. Какой-то в личном зачёте? Одиннадцатый? Да. Так ты красавчик. И сколько человек? 88. Вообще красава. Ну да, это мой лучший результат на украинских соревнованиях. На самом деле, плотность, то есть количество команд большая, 22 команды, и мы заняли какое-то там шестое место. С учётом того, что разрыв баллов между, даже от второго, вторая команда была одиннадцатое место, то есть 61 балл второй команды, у нас 69, у нас были все шансы. И это уже хороший результат. Сейчас на Кубке Украины через неделю посмотрим. А где Кубок Украины будет? В Харьковской области. На Орежской даме. И уже по итогу вот этого Кубка Украины будет определяться команда Украины на... Ну, будет рейтинг общий спортсменов и команд, общий рейтинг. Исходя из этого рейтинга, будет определяться команда, которая может приехать на Кубный чемпионат Украины. Ой, Кубный чемпионат мира. Он будет в Болгарии проходить в следующем году. Понятно. Ну, а в сборную Украины у Кости есть шанс попасть? Ну, в сборную Украины у всех есть шанс попасть. Если будут отборы, у Славика... Славик, так как он был в сборной Украины в прошлом году, он без рейтинга проходит на отборы. Кроме того, на отборы проходит, по-моему, по рейтингу 20 человек. 20 спортсменов лучше по рейтингу по итогу двух соревнований. Кубка и чемпионата Украины. Я 11-й, Костя 2-й. А, так ты красавец. Если мы сейчас сохраним свои места, не сольемся, то есть шанс пройти на отборы. А там уже отборы решат судьбу. Решат состав сборной Украины. Добрый день. А, Виталик, приветствую вас. Приветствую. С Витей что? С Витей решили половить рыбки. Ага, классно. Что ловится? Карась. Густера. Да, ну, конечно, как вы сделали тогда с этим карасем в первом туре. Это, конечно, было здорово вообще. Кстати говоря, так и не поделились с подписчиками канала все как клево своими секретами. Как не поделились? Так, как, вот так. Все равно, ничего толком не рассказали. Так, что там, блин, не тудым, не сюдым. Может, сейчас хоть поделитесь? Уже прошло все. Или будете опять молчать? А что молчать? Там нечего особо рассказывать. То есть, в принципе, как бы просто достаточно удачные тренировки были. Что, как удачные? На тренировках как раз все плохо было. Вот это вот было основоположающим. Когда на тренировках все хорошо, и ты в тур заходишь. Вот. Ну, я имею в виду на соревнования. Ага. С полной уверенностью, что у тебя все будет отлично. А тут вот, скажем, как правило, ожидает проблема. В том, что в туре не клюет, так как клевало на тренировки. А у нас на тренировке не очень хорошо клевало. Поэтому мы разбирались. Вот. Приходилось разбираться. Ну, частично разобрались. Вот. Так что. Да там, как бы, понимаете, как. Там есть определенные нюансы. Подача кормов. Подача, презентация насадки. Это все сразу так не расскажешь. Ну, вы хотя бы попытайтесь немножко приоткрыть завесы тайны для зрителей канала «Судя клево». Ведь их смотрят тоже начинающие спортсмены. Может, им подскажите. Вы же с точки зрения своего опыта хотя бы немножко поделитесь. информацией. В принципе-то я уже, как бы, вот в двух фразах все сказал. Главное была систематическая подача корма. и менять насадку. То есть там хорошо работал мотыль, там хорошо работал потом червь. Вот. То есть вы меняли насадку, получается, в течение тура? Ну, конечно. Ну, конечно. Ну, конечно, менял, подбирал. Дело в том, что там вот было очень важно, я не знаю почему, с чем это связано, но там в одно время клевала одна насадка, ну, на одну насадку, да? Ага. А потом через какое-то время интересовала рыбу уже другая насадка. С точки зрения презентации важно было так, чтобы насадка, скажем, вела себя естественно, да? То есть чем больше она, чем естественнее она себя ведет, тем лучше. То есть нужно было, чтобы она немножко задержалась в толще воды. В толще воды? Да. Так если в толще воды задерживаться, его верховодка сжирала, по идее? Нет. Верховодка не сжирала, вот, там нужно было с грузом поиграться, то есть... Ага. То есть увеличить немножко, да? Да. Поэтому просто рассказать все сложно. Потому что в том-то и прикол в том, что ты меняешь, скажем, тактику, в процессе тура стараешься подобрать ключ. Потому что вначале ты ловишь, допустим, видишь, что не клюет, да? Что делать? Должна быть какая-то логика, что делать дальше. Ага. Ага. Значит, смотришь, если рыбы вообще нет, то надо искать другую дистанцию. Смотря какое время ее нету, то есть... надо понимать, через какое время этот поиск дистанции, да? Сколько времени нужно собраться рыбе, грубо говоря, да? Чтобы подтянуть. Если она подтягивается в течение по 20 минут, да? Ага. То есть смысл ее ждать. Если она не подтягивается в течение 20 минут, значит, что-то не то с дистанцией. Понимаете? А прыгать по дистанциям это нормально? То есть половил там, половил сям. То есть дождался сюда... Зависит от подоема, зависит от того, что вы поняли на тренировках. Ну, вот так, если по-серьезному, то есть приехать и взять на соревнования, да, и выиграть, ну, это случайно. То есть вообще по практике нужно хотя бы три дня. Три дня тренировок. Три дня тренировок. А для чего три дня? Потому что в эти тренировочные дни ты должен определить дистанцию, да? Ты должен определить прикормку, ты должен определить добавки, ты должен определить ароматизацию, вот. Какие-то технические моменты. Один день, ну, два дня еще более или менее, но опять же, три дня вот. А вы сколько были? Ну, мы где-то вот так и были. Три дня, да? Мы до этого еще ездили, да. Виталий, расскажите про чемпионат Украины, на котором вы участвовали. Какое вы место заняли лично? Ну, занял я где-то там после середины, скажем так. Ага. Чемпионат Украины, конечно, хороший водоем был. Мы были в этом году на Бурштыне. Ага. Поехали второй командой Одессы. Ага. У нас одна команда это Рыбацкий рай было. Вот. А вторая команда Одесса. Ага. Так получилось, что тренером нам ну, скажем так, не удалось договориться, чтобы кто-то поехал у нас с тренером, да. И ехали мы просто четвером без тренера. Ну, я вам скажу так, что ехать без тренера на соревнования такого уровня это дорога в никуда. Карасик хороший. И мы решили поесть. Решили вискнуть. В принципе, спортсмены достаточно опытные. Это Алексей Белоус, вы и кто еще? Алексей Белоус, я, Залезняк Сергей. Ага. Вот. И Шешин Максим. А, и Максим, да. Да. Вот. Поэтому, ну, в общем, поехали. В связи с тем, что мы постоянно там работа какая-то. Постоянно. Ну, в общем, поехали мы. У нас было два тренировочных дня. Водоем для нас новый. Никогда там не были. Ага. В общем, по результатам тренировки, первый день нам показалось, что мы разобрались. Ага. Да. Ошибочно. Вот это вот тоже я говорил. Да, да. То есть, если вам кажется, первый день, что вы разобрались, то это, блин, проблема. Реально. У нас очень хорошо, ну, мы нашли ключик к карасю. У нас очень хороший карась клевал. Крупный, там, грамм по 500-600. Соревнования, они на то и соревнования, что у тебя есть какие-то нюансы, которые, ну, нельзя раскрывать, понимаете? По крайней мере, до окончания соревнований это 100%. Не, это понятно. Да, потому что, например, на чемпионате Украины, если у тебя начинало что-то клевать, и ты ловил, у тебя сразу за спиной были координаторы, тренеры других команд, понимаете? и все после, все твои движения, все, что ты делаешь. Это все очень легко вычисляется. В общем-то, приходилось даже в тренировочные дни ставить поводок совсем уж тонкий, чтобы сливать рыбу. А, чтобы она рвалась. Да. О-о-о-о. Даже такая тактика есть, оказывается, у спортсменов. Ну, и какой, какой диаметр поводка был? Ну, мы ставили 0,08, вот, в общем-то, клевало на 0,1 более или менее нормально. Ага. Вот. А 0,12 тоже. Ну, потолще уже не очень хорошо клевала рыба. Понятно. Виталий, а получается, задача тренера какая? Вот именно смотреть за всеми остальными и подсказывать? Не, ну, как правило, едет команда в следующем составе. То есть, идет, едет 4 спортсмена, так, едет тренер, да, едет координатор. Задача координатора смотреть, скажем, кто, как ловит, ну, соперники, я имею в виду, да, и, возможно, передавать информацию. Тренер, он, обладая своим, опытом спортивным, да, эту всю информацию сгруппировывает, каким-то образом анализируется, да, вот, и делает выводы. А дальше на тренировках он ставит задачи. Например, ты, вот, Иванов, да, ловишь на то-то, то-то, на такой-то дистанции. Ты, Петров, ловишь на то-то, то-то, на такой-то дистанции. Ага. Вот. Потом это все, причем это не хаотически должно быть, да, не хаотично, а с определенным смыслом, да, для того, чтобы отсекать моменты, какие-то, какие-то моменты, наоборот, выявлять. Вот. Так вот, после этого, да, после того, как потренировались, все это, вся информация стекается в одни руки, обсуждается совместно с спортсменами, каждый рассказывает свои нюансы определенные, да, и выстраивается тактика на второй тренировочный день, на третий. Ага. Вот. Перед туром выбирается оптимальный вариант. Да, тактика определенная, стратегия, тактика. Вот. И пошли в тур. В туре все должны придерживаться определенных, установленных, установок, да, которые дал тренер. А что, самостоятельно нельзя менять? Нельзя. Ну, вообще нежелательно. То есть, какие-то установки должны быть, и если они уже определены, то ты должен придерживаться этой тактики. Если через какое-то время эта тактика не срабатывает, а у нас так и получается, у нас получилось так, что мы сделали ставку на карася, вот, и, скажем, окуня, да, мы пытались вообще отсеять. Мы просто заметили, что как только начинаешь делать определенные действия, у тебя появляется на точке окунь. Так вот здесь мы ошиблись. окунь, то есть, не отгонял остальную рыбу, да, а просто были провалы по клеву, и в эти провалы заходил окунь, понимаете. И вот тактика оптимальная должна была быть, чтобы ловить всю рыбу. Вот, то есть, окуня, а все остальное уже в придачу, да, то есть, шло бы, да. А мы просто сделали ставку на карася, а карась такая рыба, на которую ставку, ну, делать сложно, да, если она не доминирующая в данном водоеме. И так и получилось, что в тур мы пришли, а в туре карася не было. Его просто не было. То есть, ну, чтобы вы понимали, два часа ловишь, а у тебя там три ерша, да. Да. И все. Ничего больше другого нет. Понятно. Поэтому пришлось, скажем, менять уже, а дело в том, что там же запрещены, телефонная связь запрещена. То есть, придача информации, кроме как тренером, невозможна. То есть, тренер может подойти и сказать что-то, Да. Тренер может зайти, сказать что-то, посмотреть, что ты делаешь не так, к примеру, да. А так как тренером был я играющим, да, то есть... Ходить уже нельзя было. Ходить нельзя было, да. Да. Ага. И мы, в общем-то, где-то здесь провалились. В общем, под конец мы нагнали, Леша вот, Белуус, хорошо достаточно выступил в первом туре. Вот. Во второй день мы подкорректировались и уже, конечно, получше все было. Но, вот этот момент с окунем, конечно, мы поздно просекли. Там нужно было ловить окуня, делать ставку на окуня, а все остальное, как бы... Как Костя сделал, да? Да, Костя молодец, да, в этом смысле. А вы вот... ориентировались. Вы со второй командой, вы со второй командой, вот с Костиной командой, вы никак не общались, ничего? Не, ну как не общались, конечно, общались. Да там особо у нас, как бы, секретов там и не было. Ну, так, что же они вам не подсказали по поводу окуня? Смотрите, как они хорошо выстроили, выставили свою тактику на второй день. Смотрите, это мы приходим опять же к тому, что есть соревнования, да, и каждая команда хочет выиграть. Это нормально, да, у нее задача стоит выиграть. То есть, не досказать тоже может, я правильно понимаю? Ну, это работа, это работа, это деньги, вложенные, да, это время, вложенные на какие-то, ну, выяснение каких-то нюансов, на процесс, да. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Костя, расскажите, пожалуйста, о сегодняшнем батле вашем. Какие впечатления? Впечатления положительные, несмотря на погоду. У меня была тактика, я стал все-таки более дальше. Я ловил с 31 метра. Оппонент ловил где-то с метров 18, наверное. Я переходил к нему на дистанцию один раз, но все-таки решил, что моя техника, точнее тактика будет правильнее. Потому что здесь ближе локально была мелкая рыба. Собиралась, не давала ловить нормальную карася и так далее. Но немножко подкачал меня размер карася. По поклевкам, по рыбам, в принципе, было в порядке. Размер мелкий очень карась. А Леша немножко выручил прилог. То есть он ловил мелкую рыбу, но ему влетел карпик на 500 грамм. И хорошая достаточно карася, крупнее, чем у меня с дальняка. И в целом это сыграло большую роль на разнице. То есть буквально 200 грамм на весе более 10-10 килограмм. Поэтому так, за Лешу рад, молодец. В принципе, он выпахал весь день, старался. Так что все хорошо, я доволен рыбалкой. Алексей, ну расскажите, как вы добились такой колоссальной победы? Это вообще супер, честно говоря. Ну, колоссальная, как сказано. В принципе, это место знакомо. То есть тут часто проводим соревнования. Но ехал, все равно не знал, на какой дистанции буду ловить какую рыбу. Потому что, в принципе, не тренировался. Вот. Были варианты либо ловить плотву под берегом, либо карася на более дальней дистанции. Когда я приехал, я увидел, что течение довольно-таки сильное. Ну, как по мне. Вот. И принял решение начинать с ближней дистанции. Ну, и потихоньку его качал. Вот. Пытался раскачать плотву. Подвести там прикормочную точку. Ну, мне это удалось. В принципе, и на мелкорыбе. Ну, удалось его ловить, в принципе, в темпе довольно-таки хорошем. Плюс при лове попался карпик 500 грамм. И пару карасей, которые, в принципе, тоже добавили веса. Понятно. То есть, получается, что Костя... Ловил карася. Да, но там темп был ниже. То есть, пару минут ему приходилось ждать поклевки, как правило. А вы решили сделать ставку на более мелкую рыбу, но чаще. Правильно? Да. Да, я увидел, что она, в принципе, активна. Вот. Там определенные действия провел. Добавил некоторые... Животину, скажем так, добавил некоторую. И рыба активизировалась. Ни пуха, ни пера. Ни хвоста, ни чешуи. Ни хвоста, ни чешуи. Да, да. Ни хвоста, ни чешуи. Олег, ну расскажи о сегодняшней своей победе, свои впечатления. Все произошло как бы случайно, спонтанно. Тоха уснул, будить его не хотел. А пока он спал, я ловил. То есть, как бы и получилось так, что вот я больше чуть-чуть наловил, чем он. Ну, а так, в принципе, тактика. Чуть-чуть кто-то угадал, чуть-чуть кто-то не угадал, поставив на рыбу какую-то. То есть, кто-то ожидал, кто-то дубинил. То есть, результат этой рыбалки непредсказуема. Я проиграл. Проиграл с большим... С большой разницей в весе, да, порядка двух килограмм. Сегодня у меня не работало все то, что было вчера на тренировке. То есть, вчера мы ловили карася, и он ловился хорошо. Да, были проблемы с мелкой рыбой, но мы решали за счет крупной насадки. Ставили крупную, большого червя, одного целого. И можно было ждать поклевки карасят. Две-три минуты, иногда доходило до, там, 15-20 секунд. Сегодня густера клевала даже на крупного червя. Получалось от нее уходить, но она клевала не так часто, как клевала на опарыша. Если бы я, видно, принял неправильный тактический ход, нужно было ловить ее изначально и ловить ее весь тур. Я всячески пытался от нее избавиться. Но в итоге у меня всего один карась, более-менее еще один мелкий. Все остальное это подлещик мелкий и мелкая густера. Плотвы там пару штук было, наверное. За, там, полтора часа или за два, которые я ловил мелкую рыбу, удалось словить половину от того веса, который был у моего соперника. То есть, возможно, если бы я ловил весь тур, было бы все по-другому. Но знал бы прикуп и жил бы в Сочи. Ну, хорошо. А как так вот, что сидите рядышком в двух метрах друг от друга, в трех? У одного караси есть, у другого нет. Как такое возможно? Ну, у Олега, допустим, у него, наоборот, мелкой рыбы было очень мало. То есть, возможно, я перекормил, поставил на точку. Хотя я пробовал разные дистанции, разным кормом, с разными добавками. Добавлял животную составляющую, не добавлял, уходил на точки. То есть, пробовал как-то отсечь мелкую рыбу, думал, что она становится именно конкретно на что-то, на какие-то элементы из моей прикормки или добавки. Но все было одинаково. То есть, даже не добавляя животную составляющую, а кормил только зерновыми, все равно становилось мелкий подлечик и густера. Ну, я заметил одна принципиальная разница между вашей прикормкой и вашего оппонента. У вас была более сухая, более такая высокодисперсионная прикормка. У него была более тяжелая, более такая мощная. Ну, тогда, когда вы подошли, она уже подсохла. И я уже практически не ловил с кормом, потому что это уже было под конец. И я уже больше ловил, даже пустой кормушкой ловил мелкую рыбу. У меня было много зерновых, много составляющих. Кукуруза влажная, конопля вареная тоже влажная. И она, наоборот, как раз создавала очень такую инертную смесь. И, кроме того, пшено тоже достаточно липкое было. Поэтому мне не стоило переувлажнять еще больше корм, потому что было бы вообще гамула, которая не вымывалась бы из кормушек. Ага, я вас понял. Что ж, следующие ваши какие соревнования, куда вы будете ехать? Следующие – это через два дня мы едем на Кубок Украины в Харьков. Да. Будем пытаться реабилитировать. Ну, не хвастаньте шуи. К водяному. Счастливо. Здравствуй, Андрей. Ну, расскажи, ты приехал поболеть, посмотреть? Приехал просто посмотреть, как ловят спортсмены, скажем так, топ уровня и спортсменов в Одесской области. Посмотрел, постоял, поговорили, пообщались. Приятно провел какие-то три часа времени. Может быть, сейчас размотаю удочку еще, покидаюсь чуть-чуть. Ну и правильно. То есть, получается, и получил мастер-класс заодно? Конечно. Правильно? Конечно, не без этого. Вот. Так что, друзья, вот то, что вы учитесь на наших уроках со спортсменами, это дает определенный уровень в вашей базе данных, в ваших умениях. Поэтому пользуйтесь. Пользуйтесь на здоровье. Вот Андрей получает такие моменты прямо вживую. И вы, если что, приезжайте тоже. Правильно? Конечно, приезжайте. Кому интересен рыболовный спорт и вообще, в общем, рыбалка, приезжайте, смотрите, как у вас спортсмены. Да, конечно, до уровня топ-спортсмена долго, долго, скажем так, доходить. Но даже приехав, посмотрев там недлинную сессию, пять часов, и после этого, если у вас есть интерес к рыбной ловле, то вы, конечно, много интересного, много нового для себя найдете. И после этого ваши ловы будут более обильными, скажем так. Да, и больше знаний вы будете иметь, да? Более большими. Опыт, опыт, как бы всегда. Человек, сколько живет, всю жизнь учится. Все правильно. И чем больше вы смотрите, чем больше вы просидите с удочкой на водоеме, тем больше вы наберетесь опыта, и тем больше будете ловить рыбу. Как и в размере, так и в количестве. Спасибо большое, Андрей. Ну, друзья, а вы или смотрите YouTube-канал наш, Все для клевого, в котором мы все показываем, либо приезжайте сюда. Ну, лучше приезжайте. Ну, лучше приезжайте, да. Тогда вы для себя еще больше увидите всего. Правильно? Не только моими глазами, но и своими. Сто процентов. Что ж, друзья, если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, Все для клевого. Ну, а я прощаюсь с вами. До скорых встреч на рыбалке. Всем удачи, всего хорошего. Пока.